Ну вот какие еще принципиальные вещи предусмотрены в новом бюджете и чего в нем до сих пор не хватает, обсудим с Сергеем Марченко, заместитель министра финансов Украины, гость подробностей недели. Здравствуйте, Сергей, спасибо, что пришли. Начнем давайте все-таки с военных пенсионеров. Мне интересно, Минфин уже подсчитал цену этого вопроса, вот за что волнуюсь, все-таки бюджет был проголосован до этого решения Кабмина. Хватит ли денег? Спасибо за вопрос. Вы знаете, в принципе, денег достаточно, потому что у нас есть четкая позиция зберегти дефицит пенсионного фонда, как мы с ними согласились. Это сумма 139 миллиардов гривен. Если в межах бюджета пенсионного фонда, пенсионный фонд, который имеет возможность подвижить пенсию військовым пенсионерам, нас все влаштовывают. То есть, есть рассчитаны, Минфин брал участие в разработке этого законопроекта, наш представитель, и я думаю, что в процессе доопрацования будет выделена позиция, когда мы не штовхнем дефицит пенсионного фонда. Понятно. Если говорить о других пенсионных выплатах, чего ждать людям? Я вот сейчас сошлюсь на вашего коллегу Евгения Капинуса. Он говорил, что новый пересмотр пенсии возможен в том случае, если государство перевыполнит план по доходам. Насколько это вообще вероятно? У нас минимальная пенсия зависит от прожиткового минимума. То есть, если у нас будет увеличивать прожитковый минимум, минимальные социальные стандарты, это, соответственно, приведет к увеличению пенсии автоматически. Если у нас доходы бюджета будут перевыполнены в первом квартале, мы сможем поднять минимальную зарплату, соответственно, мы будем поднимать другие социальные стандарты. Но нужно ждать. То есть, мы должны понять, что даст экономика нам возможность поднимать социальные стандарты. Вы знаете, вы говорите об одной логике повышения минимальной зарплаты, повышения пенсии. люди сейчас заметили другую тенденцию – повышение минимальной зарплаты и, к сожалению, повышение цен. Что происходит с инфляцией? Это самый главный вопрос на сегодня. Его прогноз инфляции в этом году пересматривали в негативную сторону. Чего ждать в следующем году? Рост цен удастся остановить? Мы сегодня даже спілкувались с Насбанком, у нас постоянно есть дискуссия. Мы заплануем, уряд планует 9% инфляции, это до грудня этого года. Мы не говорим, что у нас однозначная инфляция, но даже эти цифры, которые сейчас есть, они не критичны. Есть причины, почему инфляция была сформирована. Это, в первую очередь, дефицит мясопродуктов в Украине. Поверная часть пошла на экспорт, но это нормальная ситуация, когда у вас открыта экономика. Вы не можете остановить экспорт мяса. Вам нужно создать мощность для производства в Украине. Еще вопрос был, потому что выросли цены на фрукты. Фактор был сезонный через плохие погодные условия. И другие чинники, которые всплывали. То есть, не можно сказать, что где-то уряд как-то повлинул на инфляционную складовую. То есть, увеличение пенсии и заработных плат на сегодняшний момент не критично впливает на инфляцию. Есть другие чинники, которые более значительно впливают. Хорошо. Что с субсидиями? В этом году пришлось несколько раз пересматривать сумму, выделенную государством, на субсидии. На следующий год этой суммы в заложенной бюджете хватит или нет? Мы заклали 71 миллиард гривен. Насколько больше это по сравнению с этим годом? С изменениями это больше на 2 миллиарда гривен. Мы понимаем, что, в принципе, эти суммы должны быть достаточно. Если мы будем проводить монетизацию, мы собираемся ее делать на уровне надавачей послуг с 1 сентября и верификации надавачей послуг. То есть, мы хотим, чтобы в этой сфере был порядок. Министерство финансов будет делать максимально возможные кроки для того, чтобы мы четко понимали, что та гривня, которая пошла к субсидианту, мы имели возможность выкладывать, каким образом она повернется в бюджет. Вы вспомнили о монетизации субсидий. В правительстве уже очень давно говорят. В следующем году она заработает. В каком объеме будут люди наконец-то получать деньги в полном объеме вот эти субсидиальные или нет? На первом этапе будет монетизация на уровне надавачей послуг. На втором этапе... Первый этап сколько продлится? Если он будет успешным, то полгода. За наступные полгода мы будем готовы запроводить уже второй этап. Это монетизация с 1 сентября 2019 года. Если это будет, скажем так, успешность первого этапа доведена на уровне концевых споживачей. Закончу вечным вопросом. И в этом году депутаты так и не смогли принять решения, от которых зависит наполнение бюджета. И горный бизнес, и янтарный бизнес, выведение из тени. Сколько миллиардов теряет ежегодно по последним подсчетам бюджет страны? И возможно решение этих проблем в следующем году. Как вы думаете, Кабинет министров будет как-то давить на депутатов все-таки? Мы будем давить, потому что мы максимально застекованы как Министерство финансов для того, чтобы эти сферы были легализованы. То есть мы имели возможность отримать деньги в бюджет всех сфер. И уже сейчас мы заклали деньги от лицензии, от лотерей. И эти деньги должны идти как центральный бюджет, так и местный бюджет. Здесь я вам могу привести пример. Несколько лет уже закладываются деньги от приватизации, вырученные. От приватизации так и не пахнет. Если этих вещей не штовхать, их не будет. То есть мы не митьем так катаниями все-таки дожмем эти вещи, чтобы мы могли каким-то образом реализовать. Есть законопроект зарегистрованный. То есть мы понимаем, что это должна быть какая-то законодательная база под это. Но если мы ее не сможем создавать, мы готовы идти нормативно-правовыми актами и регулировать эту сферу через законы. Понятно. Ну что ж, Сергей, мойте, катайте, но добивайтесь, пожалуйста, своего. Сергей Марченко, замминистра финансов Украины, был моим гостем. Спасибо вам огромное.